И к слову о женщинах. Каждый год в третье воскресенье мая в стране отмечают День Матери. В этом году эта дата выпадает на 19 мая. Праздник утвержден в целях привлечения внимания общества и государства к повышению статуса и роли матери, положению семьи в Кыргызстане с учетом международной практики. А женщины, полноценно воспитавшие семерых и более детей, считаются матерями-героинями. О многодетных матерях, проживающих в городе Ож, расскажет Сииль Карабекова. В 77-летние Этибархан Абдусаламова супругом воспитали семерых детей. Старшему уже 53, младшему исполняется 40. Конечно, чтобы достойно вырастить каждого ребенка, требуется максимальных усилий. Ведь у каждого сына и дочери свой нрав и характер. С мужем дали хорошее образование, помогли встать на ноги всем детям. Сейчас у каждого своя семья, все хорошо. У всех семерых разное мировоззрение и мышление находили свой подход к каждому. Всегда учила детей относиться ко взрослым с уважением и не брать чужого. Сейчас Этибархан Абдусаламова счастливая бабушка. У нее 28 внуков и 25 правнуков. Многодетная мама и бабушка всегда вела активный образ жизни. Но в силу преклонного возраста у женщины начали болеть кости ног, что затрудняло ходить. Уже много лет она предвигалась с помощью трости. Однако в последние три месяца пришлось пересесть в коляску. Несмотря на это, сыновья отвезли любимую маму в Малый Хадж. В свое время Этибархан Абдусаламова работала в сфере медицины. Работала в детской больнице в областном ведомстве здравоохранения в роддоме. Потом, когда пришло время, вышла на пенсию. Сейчас вот на почетном отдыхе. Несмотря на работу, стараюсь уделять детям достаточно внимания. Ну а Пайзихан, мама Садыковой в этом году исполняется 84. Она тоже многодетная мама, воспитавшая двух дочерей и пятерых сыновей. Замуж вышла еще в 17 лет. К сожалению, муж погиб, когда детишки были совсем маленькие. Несмотря на все трудности, Пайзихан Абдусаламова смогла заменить им и отца, и мать. Ни одного ребенка не отдала в детский садик, так как у меня не было времени ни отвезить, не забирать их оттуда. Поэтому смотрела за ними дома сама. Тогда мне приходилось много работать. Старшие дети помогали смотреть за младшими. Так и выросли, помогая друг другу. Сейчас у нее 27 внуков и 51 правнук. Перед принятием важных решений посоветоваться с Пайзихан Абдусаламова обязательно приходят не только дети, но и внуки. Ведь она смогла привить чувство уважения каждому своему чаду, воспитав достойных людей. Я старшая дочка, мне уже 63. Маме и вправду пришлось нелегко, было много трудностей. Но несмотря ни на что, она делала все ради нас. Двое братьев отучились в Европе. Сейчас работают в правоохранительных органах. Она всегда учила нас быть добрыми. У меня у самой пятеро детей. Стараюсь дать им такое же воспитание, какое дала нам мама. Наши героини и по сей день остаются хранительницами домашнего очага. Ведь не зря говорят, у кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. Сейль Карабекова, Нордан Карапеков, Пирамида, Оржская область.